здравствуйте друзья вопрос был нетривиальный совершенно на днях спрашивают как отличить по жизни в практическом плане как отличить естественные события жизни с которыми приходится иметь дело преодолевать проблемы трудности и так далее как отличить их от знаков которые нам подает проведение мол вот не делай этого но я не знаю вот собрался ехать там куда-нибудь в горы а с утра бах там допустим аккумулятор сел вот как как быть ехать или не ехать там или что с этим делать знаете вот это знак или но бывает аккумулятор сел там свет не выключил там он и сил вот ну и так далее как отличить я не знаю меня нет метода такого я думаю что это гораздо больше на уровне наших ощущений и конечно гораздо проще задним числом уже когда смотришь назад и гришты смотри кого там три раза подряд мне были неблагоприятные какие-то сигналы а я тем не менее значит вот не послушал с другой стороны я могу сказать что у меня были случаи когда все было против там чего-то но вот просто ты движешься в какую-то точку и тебе раз два три там пять подряд или там чего-то и ты все равно уперся идешь и пробиваешь и несмотря ни на что и так далее вот поди знай то ли это были сигналы то ли там жизненные обстоятельства не знаю но во всяком случае я другой аспект этого хотел сегодня обсудить дело в том что мы сами склонны обнаруживать зависимости и закономерности субъективно вот поди знай была закономерность там свыше какая-то там предначертана или нет но вот что-то вот такое просматривается есть суеверие есть всякие приметы вот там с этой с черной кошкой например да вот перебежала дорогу черная кошка значит надо обойти почему так вот как бы знак значит какой или что я помню знаете интересно значит в советское время были такие календари перекидные на плохой такой бумажки газетный и там на каждый день там была какая-то страничка и они были разные были женский календарь там какой пионерский календарь там еще чуть вот у мамы моей были она как-то так их использовала стеночки висела каждый страничку отрывал и вот значит 28 апреля а я родился 28 апреля мне было интересно что же такого знаменательного произошло 28 апреля ну кроме того что я в этот день родился что знаменательным как бы назвать трудно но вот как быть для меня знаменатель значит и все что было в этих календарях на 28 апреля друзья никогда не догадаетесь но собственно это и не нужно я вам так скажу это было установление советской власти в азербайджане вот представьте себя родился в такой день ой господи но значит но с другой стороны я думаю что если бы там это был другой день значит там был бы день рождения клары цветкин или там роза люксембург вы найти или кого-то из коммунистических святых там других или может там не знаю социалистическая революция там день в германии поэтому почему я говорю что мы сами с одной стороны склонны какие связи видеть с другой стороны нам подбрасывают какую-то атрибутику я не знаю это может быть религиозно это может быть не нельзя это подбрасывать мы можем близ люди искренне верующие о чем речь но на всяком случае вот есть нечто такое там данность какая-то в которой мы находимся и там есть какие-то события может быть если вы там посмотреть какой-то там церковный календарь да я не знаю никогда не смотрел но наверно наверно есть же церковный календарь может быть там чем есть про 28 апреля более интересное может это вообще всю жизнь бы мою изменила если бы я знал пойди пойди знай но вот не знал поэтому жизнь не изменила а сейчас мне уже наверно без разницы и только если задним числом еще не там увижу скажи ах ты ж смотри вот понимаешь а я и не знал а оказывается вот это имеет значение как мы сейчас уже наверное задним числом понимаем задним числом очень хорошо понимать это вот передним числом когда думаешь это знак или да пофиг будет там и поехали дальше не знаешь не знаешь вот но я все время вижу какую-то почти каждый день какая-то знаковость выползает вот пару дней назад там у нас на канале было 25 миллионов просмотров как интересно правда 25 миллионов число 25 в сущности ничем не лучше и не хуже чем 23 или 28 например дали 19 но в силу искать той системы исчисления которые мы пользуемся и в силу каких-то там традиции я не на культурных вот 25 совершенно другой смысл имеет чем например даже 24 которые вроде бы совсем близко или там 23 25 это серьезно я вот поскольку мне в этом году 60 лет будет я иногда задумываюсь там про юбилеи всякие и получается такая интересная вещь пока ты помоложе тут и отмечаешь каждый день каждую десятку там 20 лет 30 лет ну 25 на тоже можно до 30 лет 40 там 50 60 а дальше смотри каждая пятерочка пошла 65 70 75 75 казалось бы не 80 и не 70 и доживи там уже каждый год идет знаете как за за несколько поэтому люди радуются хотя казалось бы радовался в каждый каждый год радовался бы каждый месяц каждый день радовался бы каждую минуту бы радовался правда каждой минуты это какой-то цикл там каждая секунда это какой-то цикл вот 60 циклов в минуте 60 циклов минутных в четверть в часе значит 24 там цикла в сутках и так далее знаете то есть если начать интересоваться и задумываться то вот доказать оказывается ты живешь в каком-то мире где все знаковое завязанное цикличное осмысленное смысл меняется конечно вот но сам факт того что осмысленное остается так что такая вот история да и вот это появление канала нашего она добавляет всякой знать знать знаковости и событий насти тот значит там каждая тысяча каждый тысячный подписчик вот как еще 1000 а там комментарии там что там просмотры продолжительность просмотра там много много статистики знаете можно так часами смотреть если настроение есть как было раньше как росло откуда трафик пришел с какого видео там и так далее вот а еще ютюб иногда еще там такие сообщения посылает играть вот на таком-то видео там неожиданно много активности но чтоб люди знали что куда-то к ним так вот поток пошел а то сам человек может не уследить и так далее в общем тут тысячный там сто тысячный там миллионный здесь год ровно там ровно год и три месяца в общем мы все в каких-то циклах и событиях и вот а дальше а вот смотрите сегодня у меня новая группа я немножко раньше еду в офис из-за этого на дороге больше больше машин если вы замечаете я не знаю сколько вам заметно я чувствую когда когда трафик более плотно я хорошо чувствую так я еду там может пол одиннадцатого к одиннадцати а сейчас я должен в десять начать урок и сейчас девять тридцать пять вот утра значит вот сегодня группа начинается и опять какой-то какая-то цикличность значит эта группа фултайм собирается из приезжих в основном и начинается каждые девять недель вот как вот раз девять недель девять недель девять недель начало цикла я должен выйти и рассказать им что надо заниматься что кто не занимается пусть губы не раскатывает что надо слушать чё говорят и делать чё говорят а кто не делает чё говорят тому мягко говоря не светит о чем я готов дать письменную расписку но пугаю короче пугаю чтобы народ сосредоточился всего-то два месяца правда там и девять недель ну что ж такое могли бы из-за точится ой на повороте камеру чудо мне все в порядке все живы вот так все путем вот могли бы сосредоточиться да ну и для строения тоже как бы приободрить а там народ молодой веселые они съезжают со всей страны и у них сразу друзья заводятся они так вот понимаешь начинают к океану по пиву там можете еще чего даже не знаю вот а надо учиться значит очередной цикл у нас сейчас вообще такая интересная ситуация у меня в файловой системе есть несколько фолдеров таких вложенных папочек куда я резюме раскладываю и вот допустим студент у него еще все впереди мы ему делаем резюме для практики для интерншипа и лежит она в таком фолдер очки где резюме для интерншипа но он должен еще пойти и пройти мог это отдельная папочка когда он пройдет мог интервью туда перекочевывает потом он должен пройти клиренс интервью тогда папочка тогда резюме в ту папочку перекочевывает так вот это движение так уйдет а уже из папочки клиренс мы должны его рассылать по компаниям сейчас папочка клиренс вообще пустая ни одного человека не осталось значит папочка мог там человека 34 которые непонятно куда делись то есть они как-то что-то сдавали а потом пропали вот то есть реально их послать некуда и значит там раз в три-четыре дня софия приходит мы садимся у моего компьютера и начинаем их распихивать там кто куда делся на практику там на работу и так далее и вот мы сейчас распихиваем тех которые в резюме для интернов потому что они в не смог из клиренса взять некого какое время интересно какое время я думаю что за цикл такой у нас вроде подъем вечным подъем не бывает а подъем это когда машин больше на дорогах это когда жилье дорожает в общем много проявлений у подъемов не знаю даже сказать но вот когда что на подъеме значит первый вопрос который беспокоит это насколько это так вот надежно да особенно если человек принимает серьезные решения типа там купить или не купить жилье он может купить жилье и оказаться минус там 200 тысяч легко через через пару лет а то и раньше а когда все падает еще не продаж да так что можешь поскольку и видели всякое то как бы меньше оптимизма когда видишь подъем как так вспоминаешь другие циклы найти уже начинаешь параллели производить проводить так как бы нам выбраться в другую полосу ах а вот и выбрались цикличность с другой стороны если вообще об этом не думать то его как бы и нету для чего для чего людям нужны годовщины для чего людям нужны знаки для чего нам знаки мы хотим что найти подтверждение правильности наших мыслей решений вектора движения отсутствие всякого движения до с точки зрения такой науки прямолинейный наверное сейчас совершенно бессмысленно вот ну что тут скажешь счастливые люди кто так может по простому сложные человек сложное существо и у него много наслоений в сознании мы же не то что вот вчера нас из глины слепили кстати сколько сколько народу до нас было сколько поколений до нас было вот которые размножились и выжили и как-то еще жили какое-то духовное наследие генетическое вот сколько сотен поколений было до нас чтобы мы сегодня вот могли так сидеть за рулем я бы чем там наговаривал а вы бы слушали и сколько всего произошло до нас чтобы вот это все могло произойти так что сложно возвращаясь к изначальному вопросу как отличить знаки вот естественных событий я думаю это в голове у нас значительной степени то есть конечно вот можно сказать что нам где-то помогают или предостерегают и так далее так далее но не то чтобы у нас нет как бы возможности преодолевать и и знаки тоже то есть не 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 обязательно так уж прямо вот все это из гранита там или из металла значит есть люди просто более чувствительные менее чувствительны если ты чувствительны если ты это вы принимаешь как реальность это становится твоей реальностью абсолютно если ты говоришь этого нет черная корня там нет черной кошки дом кукиш в кармане показывать не буду от сглаза вообще с глаза нет и так далее так дальше значит нет но но значит ты своей жизни это исключил и ты говоришь этого нет раз нет значит нет так что тот кто прислушивается и спрашивает себя это знак вот он может видеть знаки может быть правильно может быть неправильно а тот про знаки не знает или думает что их нет тут никогда знака нигде ни в чем не увидит но даже никогда это я неправильно в данный момент вот пока верит не увидит который может быть у него изменится представление о жизни это часто бывает я бы сказал что в нормальном состоянии человек должен меняться вот может постарше станет будет более таким восприимчивый более интуитивным с возрастом чек меняется ну что ребятки я приехал а у нас тут новая группа и вот студенты кто пешочка пойдет это идет молодой человек мне кажется которого мы встречали в аэропорту окленда пару дней назад со спины то я конечно так не могу узнать но да это он ну что счастливо